Весна, весна, как воздух чист. Друзья, сегодня длинных стихов не будет, но тем не менее весна на нашем пороге. Весна это время надежд, новых каких-то свершений и, естественно, новых парфюмерных находок. И согласитесь, намного приятнее, когда эти находки и классные, и шикарные, и еще и по очень-очень демократичной цене. Три аромата сегодня у нас с вами на распаковке. Сразу скажу, они куплены не вслепую, это осознанные покупки. Ароматы бюджетные, в районе 3000 рублей и даже дешевле. Понятно, что кто-то скажет, ну это же не 300 рублей, но извиняйте, за 300 рублей хороший парфюм, на мой взгляд, найти практически невозможно. Если вы такие знаете, то обязательно пишите в комментариях. Ну что, сегодня три аромата. Один с мужской полочки, второй с женской полочки и третий аромат с нишевой полочки, который идет как унисекс. Ну что, ароматы на самом деле редкие, встречаются, которые не так часто. И давайте начнем с аромата, который стоял на мужской полочке. Replay Signature Red Dragon Красный Дракон. Упаковка на самом деле такая тоже хорошо сделанная, классная, с таким драконом. У нас вроде как год дракона. И давайте его распакуем. Я про этот аромат слышала в каком-то из видео блогеров, но достаточно давно. По-моему, даже какие-то иностранные, иностранный какой-то был блогер. Но вот попался он мне хорошо, по хорошей цене, поколдовав опять же со всякими промо-кодами, акциями и так далее. Урвала его по приятной цене в Литуаль. Вот такой вот красавчик. Здесь вот так вот все сбоку, с обеих сторон. Честно говоря, флакон выглядит достойно. Но крышечка немножечко проигрывает, честно говоря, флакону. Она такая пластиковая, очень нетяжелая. И, честно говоря, дешевит всю форму флакона. Хотя флакон достойный. Со всех сторон такой красный дракон. Ну не зря аромат называется Red Dragon. Ну что, давайте слушать парфюм. Оп, холостой пшик был один. Так, о чем же этот парфюм? Вообще, для меня это парфюм на тему чая, горьких цитрусов и витивера. И вот, да, кто-то может сказать, что он чуть больше в мужскую сторону. Но в современных реалиях все-таки это на мой нос унисексовая история. Он стартует цитрусово. Он стартует сразу зелено-витиверово чайными нотами. И, в принципе, таким и остается. Чуть больше витивера, чуть землистого и чуть более приземленного в базе. Я его наносила пару раз. Заходила в Литуаль, наносила, пробовала. И мне этот аромат очень понравился. Он, знаете, такой... Такая рабочая лошадка. И для мужчин, и для женщин. Можно его и на работу, и, мне кажется, на спорт, и куда-то на прогулки. Будет вообще идеально. Он легкий, ненавязчивый. Чайность в этом аромате, она успокаивает. Цитрусовость дает такое, знаете, хорошее, бодрое настроение. Ну, а такой достойный, качественный витивер делает этот парфюм действительно таким, я бы сказала, достойным. И за те деньги, которые его можно урвать в Литуале, это вообще прям идеальная просто находка. Поэтому сходите, протестируйте. Ну, или зайдите в мой канал Распива. Я делюсь ароматами. Так что, welcome. Ну что, Replay Signature Red Dragon. Моя бюджетная находка. И я с удовольствием этим ароматом, этой информацией делюсь с вами. Цитрусы, чай и очень классный витивер. Мужчина, если вы ищете какую-то поливашку, если вы ищете какой-то аромат, который вот заменит вам все, или вы любите купить один и недорого, и им только пользоваться, вот это вот сюда. А прекрасная половина человечества, если вы любите какие-то интересные ароматы в более унисексовую сторону, еще и с витивером, вам тоже сюда Replay Signature Red Dragon. Ну что, первый красавчик. Поставлю его сюда, к моей прекрасной картине. Ну и следующий парфюм, это с одной стороны прям совсем история про девочек, потому что реклама там прям девочка-девочка ходит по прекрасным улицам и показывает нам суперспелые лимоны. Но не все так просто на самом деле. Я говорю об аромате от бренда Lanvin. A girl in a Capri. Классный, кстати, флакон, вернее коробка, и я не знаю, будет видно здесь или нет, здесь еще такое рифление идет. Коробочка выглядит очень-очень достойно. Я, значит, тут разбирая свои запасы всяких отливантов, каких-то пробников, которые бесконечно появляются у меня в моих парфюмерных шкафчиках и в моем парфюмерном комоде, я нашла пробник этого аромата. Как-то нанесла что-то, думаю, ну, вроде хороший, каждодневный парфюм. Взяла его на работу, кинула сумочку, думаю, достану там и уже распробую, да, в такой обстановке рабочей. И вы знаете, буквально за неделю, да, целую неделю я пользовалась только им на работе, и я сносила полпробничка. Причем отливантик был, не отливантик, там какой-то фирменный, по-моему, пробник. Честно говоря, даже не знаю, откуда он у меня взялся. Кто-то, видимо, положил с посылочкой, и я решила, что надо брать. А когда я посмотрела, посмотрела цены, я поняла, что это еще и очень бюджетная история, и тем более надо брать. О чем же этот аромат? Сейчас я достану. Флакончик, флакон, кстати, выглядит очень классно. Такая вот упаковочка. Я взяла себе 50 миллилитров, потому что 30-ка, на мой взгляд, выглядит не очень симпатично. 50-ка слишком, соточка слишком пузатая, а вот полтинничек, ну, до чего аккуратный флакон. Очень красиво, немножко отсвечивает, но я сделаю для вас под съемочку обязательно. Классно, кстати, сделано. И крышка такая прям хорошая, качественно, легкая, пластиковая, но тем не менее, и сам флакончик, ну, вот прям, 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 прям красавчик. Так, где у нас тут блотер? Ох, и какой пульверизатор! Ну, вообще, красота! Super! A girl in Capri от Lanvin. О чем же парфюм? Парфюм, естественно, про лимоны. Если вы видели рекламу, там лимоны, 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 лимоны. Сладкие, классные и кисловатые. Но, казалось бы, аромат очень такой девочковый, легкомысленный, летний, такая летняя поливашка, но не все так просто, друзья. Здесь, если вы заглянете на фрагрантику, заявлена нота плавника. Плавник, как мы все с вами помним, это дерево, которое плавало в море, в соленом или в океане, просолилось, затем его прекрасными волнами выкинуло на берег, и, соответственно, это дерево высохло. И оно имеет такой вот специфический солено-морской древесный флер. Потрясающе! То, что делают в парфюмерии именно с этой нотой, скорее всего, ну, конечно же, это нота синтетическая, но, тем не менее, это потрясающий аромат. Аромат на старте это прям лимоны, то есть тут вообще не перепутать, это не кажется, что это апельсины, какие-то грейпфруты и так далее, и так далее. Но потом аромат начинает меняться. Он становится чуть спокойнее, добавляется чуть-чуть, я бы не сказала, что это пудровость, чуть-чуть бархатности, он успокаивается, и лимонистость не уходит. То есть вот эта вот цитрусовая составляющая, она с вами останется до конца, что не может, на самом деле, не радовать, потому что цитрусовые ароматы чаще всего очень быстро слетают, либо цитрусовые верхние ноты слетают очень быстро. Здесь остается вся эта история очень надолго и до конца. И затем начинает проявляться нота плавника, то есть древесность и соленость. Силу того, что это все-таки люкс, это звучит все очень собрано, очень слаженно, очень вычищено, очень достойно. Но при этом, вот я бы не сказала, что это прям чисто женский парфюм. Я думаю, что вот соленость и древесность и лимоны, это вполне себе и тоже унисексовая история. Да, здесь есть небольшая сладинка, ну прям совсем-совсем на подпевках, но тем не менее. И вот эта вот вся история, она играет, 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 и в конце все-таки затихает. То есть аромат сильных каких-то изменений не дает, но, и раскрывается очень быстро, но аромат очень достойный, он очень позитивный, он летний, он отпускной, он поднимает настроение, дарит улыбку. И вот я прямо с удовольствием сносила этот пробник, этот ливантик. И сейчас буду носить вот эту пятидесяточку классную A Girl in Capri от Lanvin. Тоже поставлю сюда этого красавчика, как раз к морю поближе. Ой, ну да чего же, до чего же он прекрасен, друзья. Это прямо улыбка во флаконе, улыбка, отпуск, лимоны, море, лес, деревья, соленый воздух. И все это так, знаете, люксово, качественно так вычищено. Обалденно, обалденно. Ну и третий парфюм у нас с вами сегодня на распаковке с нишевых полочек. С брендом Costume National я познакомилась не так давно, он представлен в Rivgosh. Его на самом деле там не так просто найти, потому что он всегда стоит где-то на нижних полочках, на задворках нишевых ароматов. И, кстати, очень даже зря. Я переслушала, ну, мне кажется, все ароматы, которые там были. Там их, ну, у нас, по крайней мере, в Екатеринбурге, в одном единственном Rivgosh представлено ароматов, наверное, 10-15. Я все послушала. Они все достойные, все очень качественные, хорошо собранные, с люксовым звучанием, но с нишевым подтоном. Назову это так. И аромат, который я послушала в тот день, и на следующий день я его купила. То есть настолько он мне понравился, я настолько не могла оторваться от блотера на следующий день, что весь рабочий день сидела просто и нюхала этот блотер. Я поняла, что надо идти и купить. И как раз-таки начались акции скидки еще в Rivgosh, и в районе 3-х там с копеечкой мне он достался. Ну что, давайте распакуем. У этого бренда единственное, что мне не нравится, это то, что у них нет крышек. Ну вроде как крышечки должны, уже они сейчас их сделали, но это не точно. Проверяйте, флаконы могут быть разные, разных годов производства, поэтому где-то может быть с крышками, где-то нет. Но именно вот в этом аромате, 30-ка, я взяла себе маленький флакон, 50-ка и 100-ка выглядят немножечко по-другому. Ну, 30-ка, она идет вот в таком вот виде. Очень, кстати, достойно, минималистично, нишево сделан парфюм, сделан флакон, хороший такой пульвик, обычная крышка, пластик, может быть что-то тут с кусочками металла. И аромат, который называется стенд. Давайте послушаем, о чем же он. Так, чистый блотер, чтобы ничего не перепутать. Так, смотрим. Холостые пшики есть, это прям прекрасно. Так, о чем же этот парфюм? На самом деле, вот чем дальше он раскрывается, тем менее понятно, чем он пахнет. На старте это вроде как специи, очень тонкие, чуть-чуть вроде цитрусов здесь присутствует. И когда аромат начинает раскрываться, здесь в сердце парфюма заявлен какой-то гибискус, то ли перламутровый, то ли еще какой-то. И вот здесь есть какая-то неповторимая нота. Я ее никогда нигде не слышала. Возможно, это и есть этот гибискус. Но я нюхала цветы гибискуса. Не могу ничего сопоставить одно с другим. Но, может быть, все-таки это парфюмерия, это фантазийная история. Аромат чуть-чуть запудривается. Чуть-чуть заслащивается. И становится какого-то перламутрового синего цвета. Это сложно описать. Аромат уникальный, ни на что не похожий. Я такого вообще никогда не слышала. Хотя, зайдя на фрагрантику, я увидела, что он там на какие-то парфюмы похож. Но, честно говоря, я как-то и не припомню совсем похожих парфюмов. Специи вот здесь остается. Чуть-чуть как будто каких-то замшевых полупаттонов здесь. Аромат потрясающий. Вот мне кажется, что на весну с кожаными какими-то куртками, с косухами и так далее, этот парфюм будет просто идеальный. Тем более, вот такой форм-фактор, ну, идеальный. И для того, чтобы в маленькую женскую сумочку положить, и в мужскую, кстати, тоже. Все-таки это парфюм однозначно унисекс, вот однозначно. И я бы хотела, наверное, протестировать этот парфюм на мужской коже. Мне кажется, это будет очень интересно. И немножечко, немножечко по-другому. Вот. И брать его с собой будет одно удовольствие. Там, в поездке, в командировке или просто куда-то. И аромат потрясающий. Я влюбилась в него. Это редко, когда выходит так, что я покупаю аромат буквально на следующий день, после того, как его послушала. Сцент от бренда Костюм Националь. Ну, что, друзья, вот таких три классных бюджетных аромата, примерно до 3000 рублей, сегодня с вами мы распаковали. Я надеюсь, что вам интересно, потому что бюджетные ароматы по демократичным ценам, это всегда интересно. А если еще это классные парфюмы, которые достойные, которые я реально могу вам посоветовать, я прям с удовольствием делюсь с вами. Поэтому сразу же, сразу же распаковываю их для вас. Друзья, вы, пожалуйста, тоже пишите, пишите в комментариях, какие ароматы бюджетные вы знаете. Неважно, сколько они стоят. 100 рублей, там, 1000 рублей, 2-3 тысячи. Что-то вот в таком диапазоне, мне кажется, в наших современных реалиях уже можно считать бюджетные истории. Пишите, мне будет интересно эти ароматы найти, протестировать и вещать на своем канале. Друзья, на этом все. Вам весны, любви, счастья, цветов, отдыха, классного настроения. А я сегодня, наверное, буду вот в этом, в этом красавчике, желтеньком, классном. Друзья, на этом все. Берегите себя. Ну и, конечно же, помните, что яд от лекарства отличает только дозу. Всем пока-пока.